Заключи договор и защити свои права. В казахстанских поликлиниках пациентам только сейчас предлагают подписать специальный документ, несмотря на то, что закон вступил в силу еще в прошлом году. Многие об этом узнают впервые. Почему и для кого разработали правила, в этих вопросах разбиралась Марина Шаповалова. Жительница города Астаны Жебека Ликенова была немного удивлена, когда на приеме у врача ей предложили заключить договор. Женщине объяснили, что теперь каждый пациент должен подписать специальный документ. Он дает право на предоставление бесплатной медицинской помощи. Только сейчас узнала про этот договор, прочитала внимательно и подписала. Все понятно, никаких вопросов не возникло. Теперь всем родственникам надо сказать, чтобы тоже пришли в поликлинику. Как выяснилось, нововведение вступило в силу еще в мае прошлого года, но об этом знают еще не все. В Министерстве здравоохранения разработали типовой договор, где прописаны права и обязанности как врачей, так и самих пациентов. На основании этого документа в медучреждениях разработали уже свой вариант. В этом договоре, если вы с ним знакомились, мы детально прописываем все права наших граждан именно на оказание этого гарантирного объема. И никому уже там, всем будет понятно, какой объем они имеют право получить, какое медикаментозное обеспечение, на что они имеют право, на что не имеют право. То есть это, я думаю, с точки зрения информированности населения очень полезно. Никто не говорит, что если вы не подписали договор, завтра к вам не подъедет машина скорой помощи. Как пояснили в управлении, заставлять заключать договоры никого не будут. Но, например, депутат Можилиса парламента Светлана Романовская считает, что наличие на руках данного документа позволит апеллировать в судебных разбирательствах. Надо не забывать, что договор это договоренность двух или более сторон. То есть потребитель, то есть тот же самый пациент, имеет право в этот договор внести какие-то коррективы. То есть и никто не имеет права ему запретить это. У нас законодательством предусмотрена свобода договора. Кто кому и чем обязаны правила в типовом договоре, прописанные на семи страницах. Поставив подпись, пациент обязуется соблюдать все условия. Например, один из пунктов обязывает граждан принимать меры по сохранению и укреплению своего здоровья. А для этого написано, что необходимо вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. А также строго соблюдать все рекомендации врачей. Иначе вы рискуете нарушить условия договора. И в спорных ситуациях вам могут сказать виноваты сами. Марина Шповалова, Ержан Рахман Бердеев, Ерзат Зайдхан, 24КЗ, Астана.